Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! 7 апреля Православная Церковь отмечает два события – Благовещение Пресвятой Богородицы и Крестопоклонную Неделю Великого Поста. Владыка, расскажите об этих событиях, праздниках. Прежде всего, я хотел бы сказать, что такое совпадение произошло в этом году. Дело в том, что Благовещение – это праздник, имеющий определенную дату календаря, а Крестопоклонная Неделя – это третья неделя Великого Поста. Поскольку Великий Пост у нас ходит достаточно широко по календарю, где-то с разницей больше, чем месяц, то самые разные сочетания могут быть подвижных и неподвижных праздников. В этом году у нас совместились Благовещение и Крестопоклонная Неделя. Благовещение – это воспоминание евангельского события о том, как Архангель говорил, принес Деве Марии радостную, благую весть о рождении от нее Спасителя мира. А Крестопоклонная Неделя – это середина Великого Поста, это изнесение из алтаря в центр храма креста, которое совершается для того, чтобы люди воззрением на крест могли бы обновить в себе решимость и желание продолжать поститься, продолжать подвиг поста. Потому что, конечно, человек устает, и для него характерно такое рассеяние. Мы собираемся что-то сделать очень доброе, хорошее. У нас есть такие намерения. Этих намерений обычно хватает на несколько дней, максимум недели. Потом как-то постепенно суета, которая исполнена нашей жизнью, она потихоньку у человека расслабляет, и он начинает забывать об этих намерениях, и жизнь возвращается в свою привычную колею. Крест – это символ нашего спасения. Крест – это орудие страшной казни, которой был казнен спаситель мира. И вот церковь верит в то, что, вспомнив и напомнив себе о тех событиях, которым посвящен Великий пост, человек вновь может обновить вот эти свои добрые чувства и продолжать дальше совершать попроще поста с терпением, с готовностью и дальше к подвигу. – Ну вот как совместить радость, благовещение и воспоминание о Кресте, распятии Христовым? – Естественно, потому что вы знаете, что с самого начала мы даже совмещаем с памятью о Кресте даже события Рождества Христова. Вот, потому что Христос приходит в мир для того, чтобы зайти на Голгофу. И поэтому все праздники, которые у нас есть и связаны со Спасителем и с Матерью Божией, они все совершаются на фоне Голгофа, на фоне крестных страданий, потому что ради этого Господь пришел в мир. Поэтому здесь ничего не противоречит друг другу. – Как провести оставшуюся часть поста? О чем стоит задуматься и что сделать? – Пост – это время такого честного разговора человека с самим собой. Как бы переоценки ценностей и определения своего места в жизни. И это то, чем нужно продолжать заниматься во время поста. Пост – это время исправления, время борьбы со своими недостатками, страстями, пороками. Это время, когда мы пытаемся изо всех сил приобрести какие-то добродетели. Это достаточно сложное занятие, и ему приходится посвящать большую часть времени поста. И, собственно говоря, крест износится для того, чтобы обновить нашу решимость. – Спасибо. – Ну и крест еще напоминание о победе Христа над смертью. Не просто орудие казни, не просто орудие. Это орудие нашего спасения и напоминание нам о победе над смертью. – Владыка, поступили вопросы от зрителей, которые касаются темы жестокости, терроризма. Всем известно, что 22 марта произошла страшная трагедия. От рук террористов погибло более 140 человек, в том числе и дети. И судьба многих остается еще неизвестной. И вот вопрос от зрителей. Как христиане должны реагировать на происходящее? Что делать со страхом за себя и за близких своих? – Да, это страшное горе, которое постигло без привлечения всю нашу страну. И мы знаем сами, что это не первое событие подобного рода. Они были на нашей памяти. Мы не можем быть уверены в том, что оно последнее. Мы действительно живем в очень непростое время, в тяжелое время. И вот это событие, этот террористический акт, он очень ясно нам всем показал, что, в общем-то, и смерть, и все остальное очень недалеки от нас, от каждого из нас, не только от тех, кто находится на линии фронта. Как христианину на это реагировать? Оскорбить, плакать и молиться. Молиться о тех, кто погиб в этой трагедии. Молиться о тех, кто выжил и находится сейчас в больнице, лечится. Что, собственно говоря, и делает Церковь. Мы на каждом богослужении молимся и о здравии пострадавших, и о упокоении погибших. Молиться и, конечно, вы знаете, мы с вами когда говорили, достаточно часто мы говорим на эту тему, о том, что может Церковь сделать в том или ином случае. Вот я неоднократно говорил, что Церковь должна проповедовать Евангелие. Церковь должна как можно больше людей привести к Богу. И чем больше людей во всех сферах нашей жизни будут верующими, будут людьми, которые стараются жить по совести, тем меньше будет всякого рода условий, о которых мы сейчас читаем, приводящих к таким вот историям, трагедиям. Да, ведь посмотрите, как было все сделано в этом огромном концертном зале. Мы сейчас читаем, какие проблемы, какие там недостатки были. Все это было, так сказать, его функционирование. Оно было опасно в любом случае для такого количества. Собрать 6 тысяч человек и не иметь даже нормальной системы пожаротушения. А как это происходит? Это происходит, известно, как за взятки. То есть, прибыль, деньги у людей на первом месте. Даже жизнь и безопасность других людей их не волнует, не интересует. Это, конечно, страшно. Это, можно сказать, потому что люди забывают Бога. Или просто его не знают. Я думаю, что то, что мы можем сделать, это каждый на своем месте, будучи христианином, ответственно, точно и правильно исполнять свои обязанности. Вот это то, что можно сделать. А так сегодня можно только молиться. Ни в коем случае нельзя пускать в свою душу ненависть. Собственно говоря, на это все и направлено, чтобы мы ненавидели, чтобы мы преисполнены были мстительных чувств. Ответить, конечно, ответят за это все, кто это сделал, все, кто имеет к этому отношение. Но, опять же, ответ этот должен быть законным. – В эти дни в соцсетях вспоминают фразу из произведения Достоевского. «То дьявол с Богом борется о поле битвы сердца людей». Как ее понимать, эту фразу? – Ну, ни в коем случае не надо понимать эту фразу как некую догматическую дефиницию. Это фраза, сказанная писателем. Это образное выражение «бог и дьявол» в данном случае персонифицированы добро и зло. Действительно, это, в общем-то, истина, которая, я думаю, на практике знакома каждому человеку. Действительно, в человеческом сердце борется добро и зло. Каждый раз человек делает выбор между одним и другим. И я думаю, что это всегда актуально. И, наверное, очень актуально сегодня, в наши дни. – Еще один вопрос. Как жить в этом мире, если смерть так близко? – Так и жить, зная, что она близко. Это, на самом деле, знание – это очень полезно для человека. Память смертная – это одна из добродетелей христианина. Более того, даже языческие авторы, философы считали, что помни о смерти. Известное выражение из отечности. Человек должен помнить о смерти для того, чтобы в его жизни все было на своих местах. Чтобы были правильно выстроены приоритеты и цели. – Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Здравствуйте, дорогие зрители. Вы спрашивали, что такое селья. Вот как раз мы сейчас находимся в Спасовознесетском кафедральном соборе. Это южный предел. Предел – это алтарь. Вот здесь вот перед алтарем есть возвышенность. Как раз эта возвышенность и называется сельей. С греческого селья переводится как возвышение. И переходящее от сельи в выдающуюся переднюю часть – это амвон. То место, откуда традиционно говорятся проповеди. Преподается святое причастие верующим. То есть это место возвышает нас от мира нижнего до мира вышнего, на котором находится алтарь. И совершается самая основная служба христианская. Это божественная литургия. Вот как раз перед иконостасом находится эта так называемая селья, где совершаются особые богослужебные элементы – вынос Евангелия, чтение Евангелия диаконам, вынос святых даров, перенесение святых даров. То есть это сакральное необыкновенное место, в котором все верующие могут соприкоснуться своим зрением, своим сердцем с тем, что происходит в алтаре. Субтитры создавал DimaTorzok